Более десяти вопросов, которые касаются безопасности дорожного движения, обсудили в администрации Петропавловска под руководством главы города Константина Брызгина. Вопросы у нас, в принципе, примерно одного характера и содержания. Больше всего людей волнует устройство искусственных неровностей на внутриквортальных проездах и на магистральных устройствах пешеходных переходов, обеспечение безопасного пешеходного доступа к социальной сфере. Сегодня рассматривали несколько вопросов, касающихся объектов коммерческой недвижимости, парковки, возле них запрета, либо, наоборот, разрешение урегулирования процесса парковки в районе объектов социальной сферы и недвижимости коммерческой. Так, в частности, обсудили вопрос, который касается парковки возле торгового центра в районе Дачной, парка Победы. Учитывая, что вдоль внутриквартального проезда за торговыми центрами имеется ряд парковочных мест, а также между торговыми центрами со стороны «Кристалла», ну, скажем так, в внутреннем дворе также имеются парковочные места, было принято решение о запрете парковки со стороны проезда. Вынуждены были принять такое решение, поскольку, в принципе, граждане, которые паркуются возле торгового центра, они парковались в хаотичном порядке, то есть не соблюдали знак, не парковались параллельно движению, поэтому там сейчас, вот в нынешней ситуации, и затруднен проезд, но в зимний период, в принципе, это делает невозможным, невозможным расчистку внутриквартального проезда, в связи с чем было принято решение о запрете. Вместе с тем на заседании было принято решение по частичному обустройству перилами тротуара на спуске в районе поликлиники номер 3 по бульвару Рыбацкой Славы, а также устройству лестничного перехода на подъеме к музыкальному колледжу со стороны светофора. Было много спорных моментов, вместе с тем удалось принять, на мой взгляд, взвешенные решения, позволяющие все-таки улучшить ситуацию с безопасностью дорожного движения в городе. Были и ряд решений, в том числе по запрете парковки непосредственно рядом с определенными торговыми объектами. Это новые решения, которые на самом деле были очень востребованы жителями, было много обращений. Удалось достигнуть компромисса со всеми службами, и все-таки такое решение было принято в пользу жителей. В актуальной повестке на рассмотрении находятся еще около 30 обращений, которые будут рассматриваться до конца года в плановом режиме работы комиссии. Основная часть принятых решений должна быть реализована летом следующего года. Редактор субтитров А.Семкин